Привет! Решил снять такой необычный урбан-блог про село, потому что мы все про города-города, а вот на Кипре с городами, я бы сказал, не очень так круто, ну то есть там особо нечего показывать чего-то выдающегося в современном плане, но вот села интересные, поэтому прогуляемся по такому кипрскому селу. Итак, понятно, что тут такая малоэтажная застройка, один-два этажа, изредка три, и из особенностей это каменные дома, понятно, это местный материал, но вот посмотрите, какая, например, тут красивая вывеска, похоже, это даже какая-то галерея миссанна, и видите, такая очень деликатная вывеска из черного металла, красивые-красивые лампочки, и такие аутентичные двери, и вот выложена улица тоже из плитки или кирпича, тоже такого белого цвета, и вот посмотрите, тут печечка у кого-то есть на улице. Причем, что интересно, тут видно, что идут такие восстановительные работы, то есть все это восстанавливают, чтобы придать ему там аутентичности и тому виду историческому. Еще из особенностей застройки, видите, тут очень узкие улицы, и дома, они выходят непосредственно на улицу, то есть вход в дом, он непосредственно с улицы, а у нас, например, какое там отличие, у нас все здания, в наших селах, они наоборот отступают от красной линии, от улицы, там даже в нормах это прописано, минимальный отступ 6 метров, что мне кажется неправильно. Как раз вот такое формирование улицы, оно намного лучше, и вот даже какое-то село, оно выглядит более, может, урбанизированным, что ли. И вот особенность как раз этой сельской архитектуры в том, что дом действительно, он же является, по сути, и таким ограждением своего участка, то есть фасад, в принципе, тут можно какой-то магазинчик разместить, а внутри, собственно, вся жизнь в доме, она происходит как раз во дворе, то есть там, если есть какой-то скот, оно как раз скрывается вот этим фасадом. Вот видите, даже ливневочка продумана, а вот, собственно, идут какие-то восстановительные работы, и вот перехватывается вода, то есть это в селе. У нас в селах о ливневке вообще мало кто думает. Вот такое горное село, и видите, вон там восстанавливают какой-то домик, разметка, и тоже вот, видите, красивые там синие ставни, двери, то есть у нас бы, ну, поставили 100% металлические решетки на окна, и вообще там забаррикадировались, а тут вот как-то стараются ценить эту историю, и это красиво. Также из особенностей на Кипре, просто абсолютное большинство столбов, они деревянные, и, конечно же, проводка не под землей, а, собственно, по этим столбам идет провода. Ну, по-своему тоже это интересно. Какая стеночка из кирпича на ребре, и он, кирпич такой пустотелый, собственно, перфорированный такой заборчик получается, тоже мило. А вот тоже фонари у того домика, такие аутентичные, исторически восстановленные. А вот тут новые ставни, ну, посмотрите, они такие какие-то металлические, и тоже очень симпатичные. Это такая центральная площадь в селе, там какая-то кафешечка строится. Кстати, очень много на Кипре пикапов, просто какое-то огромное количество. Так, а вот тут тоже восстанавливают дом, тоже делают это по традиционным технологиям. Вот, собственно, особенность, когда вы делаете не псевдоисторическую архитектуру с помощью новых материалов, новых технологий, то есть там как у нас, например, та же воздвиженка, где просто мокрый фасад, лепнину. А вот прям натуральное восстановление исторической архитектуры из натуральных материалов и теми технологиями. Где, посмотрите, тут вот арочка, и на замковом камне 1918 год, я думаю, это год постройки, год, когда замкнули эту арочку. То есть, собственно, благодаря этому замковому камню она и держится. Видите, он такой усеченный. Кстати, еще круто вот эти все дырочки в домах. Видите, и там псички делают свои гнезда. Это тоже милота. Посмотрим, как выглядит дом в деревне изнутри. Тут, кстати, это тоже вот исторический дом. У него памятка архитектуры. Мы арендуем этот дом. В нем живем, и видите, тут есть что? Какой-то знак, означающий, что он имеет какую-то историческую ценность. И, собственно, он восстановлен и он укреплен. Видите, вот эти штуки металлические. Это затяжки. Они вот по всему дому сделаны. И вот там на углах. То есть, такой способ усиления и укрепления удержания дома. Кстати, такое можно еще увидеть в Киеве на Подоле. Видите, тут он двухэтажный. Первый этаж, он углублен. А второй этаж, вот, собственно, выше. Деревянные старенькие красивые. Видите, с черным таким металлом. Очень миленько. Кстати, вот это маленькое окошко, это окошко в туалет. И сейчас мы зайдем внутрь. Я вам покажу, как там внутри. Собственно, то, о чем я говорил, где сам дом непосредственно выходит на улицу, а вся жизнь, она происходит во дворе. И, собственно, раньше тут, видимо, был какой-то скот, хоздвор. И сейчас, понятно, его немножко переделали для современных потребностей. То есть, вот тут у нас гриль, а тут бассейн. Вот так это выглядит. А там дальше садик. Сейчас мы... И такая, вот, гамак слева. И, кстати, вот эти цветы, они очень красивые, но они ядовитые. То есть, их вообще нельзя употреблять и животным. Причем ядовитые тут абсолютно все. То есть, вот такая вот красота, но действительно опасная. Ну, а вот там садик. Вот тут растут персики. Там дальше оливки. Ну, вот такая вот милота. Ну, и бассейн. Небольшой. Так, а вот, собственно, дом. Мы сейчас его посмотрим. Тут сейчас поставили, в принципе, новые стеклопакеты. Окна со стеклопакетами. Он одинарный тут, но вот как раз та история, где вы меняете архитектуру, восстанавливаете. Да, делаете там современные какие-то штуки, как стеклопакеты. Но в то же время, вы видите, сама фурнитура, сама дерево, мне кажется, оно соответствует историческому. И это как раз тот правильный подход, который должен быть. Собственно, видите, ставинки остались вот этими всеми механизмами. Я покажу, как это все открывается. То есть, там не современные механизмы для открытия. Прылья, видите, да, сами рамы, они деревянные. Возможно, это прям те исторические, просто восстановленные. И, соответственно, сами двери, такой замок. И, видите, все дерево, просто новые сами стеклопакеты. Вот так внутри. И, собственно, особенность этого дома, то, что мы, видите, спустились. У нас обычно как идут циколечки, и дом стоит выше уровня грунта. А этот ниже, и, собственно, учитывая, что он такой полуподвальный, этот первый этаж, учитывая, что тут жаркий климат, собственно, он является еще вот с помощью того контакта с землей, вот там на полэтажа, это еще такой как условно-типовой насос. То есть, он охлаждается за счет той стены, и там прям реально вот эта вся стена, которая идет вдоль дороги, она чувствуется более прохладной. То есть, такой кондиционер. Ну и, соответственно, тоже это весь камень, довольно-таки толстые стены. То есть, они позволяют дому быть более прохладным. В то же время зимой он, в принципе, относительно теплый, благодаря вот там этой, например, буржуичке. Перекрытия тут деревянные, по балкам. И я скажу, что это не лучшее решение. Очень скрипят доски, очень так шумно. То есть, если кто-то спит и кто-то ходит, ну, просто слышно абсолютно все. Ну, сейчас поднимемся наверх, и вы услышите, как это звучит. Ну, и, кстати, тут, да, тут лестница, что, конечно, неудобно. Я не люблю лестницы. Так. Ну, лестница, в принципе, тут вполне удобная. Она так раскручена. И, кстати, что еще классно, дом довольно-таки узкий. Вот мы сейчас на балкончик выйдем. А вот такая вот красота. Тут вот есть столик. Видите, все такое, как бы, простенькое, но очень красиво. И черепица керамическая на крыше. И вот такой вид на горы. Вот там бассейн. И вот по поводу того, что дом узкий, видите, он много сквозных окон, и он очень хорошо продувается. То есть, вот тут у нас окно на улицу. А тут дверь во двор. Ну, там ванночка небольшая. И, собственно, окно в ванной. Это просто офигенно. Ты маешься и наблюдаешь вон на улицу, например, там за птичками в этом доме. Видите, какая красота. Вон они там ютятся. То, о чем я и говорил, и щебечет. Просто милота. Такие вот плафоны. Кстати, из особенностей деревянной кровли, кто себе там когда-то думал сделать, знаете, что летом она сильно нагревается, дерево расширяется. Дерево и ночью, когда резкий идет спад температуры, она начинает приятно сжиматься. И слышно, как крыша типа трещит. Такой звук скрип из-за вот этого сужения. А вот эти черные штуки, видите, это как раз вот эти стяжки, что я вам показывал снаружи, которые, собственно, укрепляют дом. Ну и тут, кстати, нету кондиционеров. Тут вентилятор. Сейчас попробуем его включить. Но в целом, в принципе, не жарко. При открытых окнах вообще ок. Вот так работает вентилятор. А сейчас покажу, как открываются окна. Собственно, вот ставинка такая. С таким механизмом. И вот такие вот окна. Видите, там есть защелки, чтобы их ветром не сдувало. Вот, собственно, как это сделано. Сейчас покажу, как окно, система. То есть совсем не современная, видите, такая штука. И вот она поворачивает и закрывает. Ну и тут еще одна комната. Тут темно. Идем, где светключить. Вот такая. Ну, тут по сути то же самое. То есть спальня наверху, а внизу вот такое тусовочное место. Вот такой вот домик. Еще такой бонус нам повезло. У нас был телескоп. Это китайский, в принципе, телескоп. Но довольно большой. И с него, в принципе, очень круто смотреть на Луну. Ее там прям видно кратеры, каньоны, какие-то хребты. И, кстати, стоит он, оказывается, недорого. 400 евро, по-моему. Что я даже не думал, что такие большие телескопы стоят вполне. Не каких-то нормальных денег. На этом все. Вот такое вот видео про архитектуру в селе Кипра. Напишите, как вам такой формат видео. Потому что, в принципе, у меня подобных, по-моему, даже и нет. Если вам понравилось, я буду снимать таких больше. Потому что до этого подобные из поездок просмотров много не набирали.